В этом году исполняется 20 лет Государственному Совету Чувашской Республики. Его главной задачей тогда стало создание законодательной базы, необходимой для дальнейшего государственного строительства в республике. Развитие демократии, проведение экономических и социальных реформ. Надо отдать должное депутатам. Имея разные политические воззрения, они способны принимать консолидированные решения, от которых зависит социально-экономическое положение региона, а также качество жизни в республике. 21 июня 1994 года прошла первая сессия Государственного Совета Чуваши. До этой даты осталось 52 дня. В историческом плане 20 лет не такая большая цифра. Но за эти годы сделано немало становления законодательной базы республики. С тех пор много решений было принято, много дел сделано. Основным стало принятие Конституции России и Чуваши. За эти 20 лет правотворской деятельности нами разработано и принято более 1140 законов, которые и послужили основой для обеспечения государственного строительства, социально-экономического и культурного развития Чувашьей республики. Глава Чуваши в своем приветственном слове участникам конференции отметил, что 20 лет спустя отмечается высокое качество и результативность работы депутатов. Становление республиканского парламента пришлось на непростой период. Перемены в истории России требовали новых подходов, умения брать на себя ответственность за судьбу республики и ее многонационального населения. И развитие парламентаризма в Чувашии показало, что за короткий срок депутаты пяти созывов смогли заложить созидательные принципы и продолжить преемственность власти. За 20-летний период деятельности Государственного совета не было принято законов, отменяющих или умоляющих права и свободы человека и гражданина. Это очень важно. В конференцию приехали гости из соседних республик и областей. Председатель законодательного собрания Кировской области Алексей Ивонин вручил главе Чуваши и спикеру Госсовета благодарности за значительный вклад в укрепление взаимодействия между исполнительными и законодательными органами государственной власти субъектов России. А председатель комитета парламента Татарстана Шакир Ягудин рассказал, что отдельные статьи Конституции Чувашия могут войти в Конституцию Крымской автономии, даже без редакционных правок. Татьяна Молок, Валерия Русакова, Александр Петров, Республика.